Девушки отдыхают Одна из них, возможно, даже кому-то напомнит знаменитый образ Я не знаю, узнаешь ли ты Но как бы за первоисточник я брал фотографию знаменитой Арис Апфель А, точно, точно Своё в больших круглых очках Мне кажется, потому что она, ну она мне напоминает вот эту самую варварную сказку Точно, 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 Арис Апфель, её очки знаменитые Да Слушай, ну это какая-то просто уникальная техника Это всё ручная вышивка Это всё ручная вышивка шёлковой ниткой А как вы делаете? Ты разрабатываешь эскиз, да? Ну да, то есть сначала просто первоначально рисуется рисунок, собственно говоря, карандашами или красками Это уже от настроения зависит Вот, а потом как бы вышивальщица переносит это на материал специальный Это тонкий вот такой фетр, я уже говорил По которому шёлковой ниткой в несколько сложений идёт вышивка Слушай, я так как-то, кажется, приятно покажу Обалдеть можно Просто красота Слушай, а ты же и брошки отдельно вышиваешь? То есть, например, у тебя же можно и брошки купить? Да, я, наверное, покажу тоже вот брошки, которые мы делаем Мне кажется, что это тоже достаточно интересно Брошки делаются из различных кусочков тканей Сверху у них может быть вышивка Вышивка нитками, вышивка бисером Ну, как бы разная техника абсолютно происходит Слушай, ну это очень интересно Ну давай посмотрим вот ещё одно потрясающее платье Ну что, Стас? Вот это платье, конечно, я не знаю Ну очередной шедевр, просто нет слов Рассказывай Ну, начать с того, что платье посвящено Точнее, посвящено источникам вдохновения для этого платья Явился плафон, который я увидел в Копенгагенском дворце Я поднял голову наверх и увидел вместо привычных путей Или библейского сюжета Совершенно красивую историю летящих аистов в небе То есть, такой вот абсолютно История Такое ощущение На минуту показалось даже, что я нахожусь не во дворце А просто в поле под открытым небом И мне, конечно, сразу же захотелось сделать такое же платье И вот в данном случае это два платья Внутреннее из такого шёлка с серебристой ниткой Прозрачная органза Вот, на которой изображены какие-то цветы Да, ну, мне они показались похожими на облака Точно Вот, и второе платье Вот, это вот Тонкая-тонкая сетка С вышивкой Естественно, что которую мы тоже рисовали и делали сами Да, и располагали всех птиц Да Ну, по Слушай, ну, это обалденная идея Ещё и тем, что это платье Не просто платье, а брюки превращаются А на самом деле, туника такая Платье-туника, которое можно, в принципе, носить И не только на платье Можно носить с брюками И, в общем-то, на любой размер А я представила, например, какие-нибудь даже джинсы Конечно, да И с чем-нибудь вот таким Джинсы, майка, топ, там, всё что угодно Просто чехол другой, как бы Да, любой чехол Ну, вообще, гениальная идея Мне очень нравится Главное, что это такой, товарищи, оверсайз Что я подозреваю, что даже я влезу Потому что здесь, ну, крой летучая мышь, да? Да То есть, нету никаких швов, ничего Просто такая летящая туника Платье Шедевр Так Ну, а вот это платье с жакетом Вот, расскажи, Стас, что это за жакет? Жакет, это, скорее, такая Это опять ещё одна джинсовая куртка Потому что это джинсовая ткань Просто оливковая А, она такая с блеском, с мерцанием Да, да, да Кстати, та тоже была с мерцанием Да? Не обратили внимание Да, на тёмном не так это было видно Вот И в данном случае она не с вышивкой А вот с такими вот брошками в виде Это брошка, да? Цветов лотоса, да То есть, это можно прикрепить Это брошка, это снимается, да Это вот как раз одна из таких брошек, про которые ты спрашивала Да В данном случае вышитая брошка И такие вот тоже вышитые подвесы, которые можно цеплять на сумке А, это просто, да, такая вот декоративный элемент Это декоративный элемент, его можно снять и надеть на шею, там куда угодно, как браслет надеть Развязать бант, тоже завязать его в другое место, как на той куртке Ну, то есть, как бы вариаций очень много для ношения Вот это вот Да, и жикет тоже потрясающий А, тут даже здесь какого цвета там лилия? Они немножко отличаются, естественно Вот я и вижу Потому что каждая делается отдельно То есть, одна более зеленая, другая более розовая Очень красивая И каждая брошка тоже собирается вручную Естественно, поэтому расположение лепестков у них тоже разное Вот, поэтому они не повторяются Очень-очень красиво И тут же можно этих брошек, вот всех твоих, даже всем, ну, хотел сказать, листопадом Ну, вот Конечно, да Можно брошки, можно брошки соединять, например, на брошки подвешивать вот этих вот на карабинах Видите, это все снимается А, это все съемные такие Вот, и вот такие вот штучки Там хочешь, можно носить это вот так, например На пуговице Ну да, это вот То есть, это чисто декоративные элементы, которые можешь применять где хочешь Да Сумки, одежда Ну, очень-очень-очень все эффектно И вот если когда журавли вначале с платьем там как бы в голубой цвет уходило Потому что, ну, типа небо, да, с облаками То с появлением зеленого жакета появился какой-то более лук Да, да, да На лук стало больше похоже, да Ну, кстати, плафон в Копенгагене именно вот такого оттенка Потому что он расписан масляными красками То есть, зеленцой такой, да? А масляные краски желтеют Ну, лак желтеет на холсте И поэтому они имеют вот такой вот желтоватый, зеленоватый оттенок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Стас, кстати, хотела у тебя спросить Почему ты пишешь хэштег ку-ку все время в своем инстаграме? Не знаю, мне просто очень нравится вот это вот приветствие такого ку-ку Я ради интереса нажала на твой ку-ку один раз Чтобы посмотреть, кто еще пишет про ку-ку Да полно! А фотографий выскочила целая куча Я думаю, что ку-ку это просто вот такое вот забавное, во-первых, приветствие Приветствие! А во-вторых, это просто немножечко, ну, как бы, такое ку-ку с юмором Добавляющее, да, чувство юмора Да, заставляющее улыбнуться просто Точно, точно Но! Сейчас посмотрим такую, ну, я не знаю, в каком это стиле, в английском? Ну, это костюм так и называется, английский костюм Вот, и так как у Марии Федоровны ее сестра была королевой Англии То, как бы, естественно, что не обошлось без английской темы в коллекции Вот, и в данном случае мы видим двойку Это платье и фрак Фрак, который спереди кажется просто вот такой вот короткой курткой на резинке, да, с манжетами на резинке А сзади имеет вот такие вот полы Как у настоящего фрака и даже с пуговицами, как у мужчин на фраке Да, 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 кстати, да А тут еще у тебя же есть оригинальная деталь Это ласточки И сказки дюймовочка И, кстати, они такие вот Они такие толстенькие, хорошенькие, жирненькие, да Да, да, да Ну, а давай расстегнем этот жакет, потому что он очень интересный И очень мне нравится то, что манжеты вот так вот сделаны, да, трикотажные Ну, да, вот такой вот Очень красивый И, конечно, фишка этого жакета Причем вместе платье с жакетом они имеют одну длину А если расстегнуть, то становится видно, что у жакета разные длины Мне кажется, что такой жакет тоже можно с total black, да, полностью Конечно, просто сам по себе носить Да, 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 да Все черное, черное такое И раз, и такой жакет Очень красивый образ Супер Ну что, вот этот свитшот меня просто очаровал Я прям, вот прям реально хочу такой Расскажи, Стас, здесь ручная вышивка машинная? Нет, это вышивка машинная Специально разработанная, естественно По твоему эскизу, да? Да, это посвящено сказке «Дикие лебеди», помните, где Доброе сердце сестры спасло восемь братьев, которые были превращены в лебедей И только крапивные рубашки ее молчания спасли их жизнь Это крапива, да, крапива? Да Слушай, ну тут еще и... Вернули им человеческий образ Тут еще и на рукаве крапива На рукаве крапива, на другом нет, потому что это последний брат, на которого не хватило одного рукава, она не успела его связать С ума сойти Так, а это кольца тоже, это имитация цепочки, да? Ну это да, это имитация цепочки, чтобы немножко подчеркнуть вот эту вот датскую... Это традиционная цепь такая европейских королевских домов Ну и Доброе сердце сестры, естественно Сердце тоже такое, знаешь, затейливое Сердце руками вышито Очень красиво Поездки и шелк А сзади, давай еще посмотрим сзади, потому что сзади тоже есть крапива Ну с ума сойти, итого пять крапив Ну ты мне сказал, что это мужской, но я так понимаю, что это все равно унисекс, потому что я лично хочу попробовать и померить его Да, конечно Супер А вот образцы можно же делать специально А, ну да, да, а ткань здесь такое молочное джерси, да? Да, да, да Слушай, а это какая-то с шерстью, что ли? Нет, это просто хлопок такой Да, это хлопок, слушай, но выглядит шикарно Выглядит шикарно Вот эта крапива просто обалденно смотрится Нет слов Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok